здравствуйте все детали моего макияжа в описании ушки мода полиэстер и люксовый халатик говорят только об одном но и название этого видео конечно же о том что наконец-то ребят мой хороший люкс я заказала на самом деле несколько вещей но к сожалению спасибо огромная почта россия они до меня еще не дошли поэтому оставим их на другой видос я купила тон от сислой сислой не знаю наконец то это у меня фито тент ультра экла в оттенке 00w попросила самый плотный тон у этого бренда мне подали я брала в яблоке но это в галерее что ли не знаю еще раз покажу вам стик от анастасии потому что настолько часто вопросы возникают что я решила что иногда видосах нужно заново показывать те вещи которые я уже показывала бронзер взяла тоже от анастасии тоже в яблоке также еще раз принесла мини версию консилера от бобби браун пудра бербери что-то я вам мало ее показывала я не уверена что отражатель от the steel order мне сейчас подойдет но посмотрим вдруг подойдет кто знает я имею ввиду подойдет по оттенку ли нет я без понятия палетка сегодня вот это ну это космик брашис готик готическая палетка называется но поглядим поглядим чё кого и тушь от герлен еще принесла я чаще всего показываю вам черную тушь и чаще всего и пользуюсь но золотую тоже люблю вообще сегодня думала взять палетку от шарлотты я подумала нет возьму космические кисти ну что тон от сисла я буду наносить соседнем окне ребят мои хорошие 30 миллилитров стекло срок годности 12 месяцев выглядит достаточно презентабельно оттенок 00w shell знаете эту тему 30 миллилитров сделано в италии то у нас без масла стойкий и насчет стойкости ну да я с ним была в одном перелете нормально продержался вообще пудра никак на него не повлияло я не могу сказать правда что мне прям супер понравился и что-то что-то особенное я все-таки предпочту и в сан-лоранности лодер все вот эти любимки да но надо было попробовать что-то новенькое похоже на то что он вакуумный потому что тут внизу есть такая дырочка не знаю но имеют упаковка вакуумная без понятия неплохо сделано приятно держать и то что 30 миллилитров меня конечно тоже очень сильно радует но я не увидела чего-то сверх естественного вообще ребят вся косметика она между собой очень похожа но опять же вы можете сказать составы везде одинаковые да кто бы спорил косметоз мало чем отличается то есть карандаш от одного бренда похож на карандаш другого отличие может быть стойкости в работе с ним но даже если состав одинаковый например как тон от фэнти и тон от катрис в каплях то качество ингредиентов она абсолютно разное несмотря на то что там один и тот же какой-то ингредиент все равно вы можете купить этот ингредиент за 5 рублей а можете за 105 видите в чем разница я вообще не понимаю когда этим доном первый раз пользовалась мне показалось что он супер плотный а сейчас я вижу что покрытие здесь средние может дело в спонжер у меня там или про но я покрыть я вообще не вижу алёна сысные я попросила самый плотный тон у консультанта потому что было не подойти народ было много и там консультант что-то стояло дело но ко мне подошел другой консультант и через другого консультанта я попросила консультанта сисле и со мной почему-то напрямую не общались короче я не поняла прикола. Опыт покупки мне не понравился. Минус 20 ставлю, блядь. Мне не нравится. Что такое? Ну, я понимаю, встречают по одежке. Да, одета я была так себе. Консилер Бобби Браун. Блядь, еще знаете, в чем проблема, ребята? То он воняет так, что вот мне дышать нечем. Я когда-то вот красила в соседнем окне свое лицо. Думаю, вы видели. Это такая вонь. Вот, вы, конечно, меня извините за аналогию, но как будто в морге вот пахнет так же. Вот. Неприятная ассоциация, но аромат старый такой, древний какой-то парфюм. Что-то типа каких-то советских парфюмов, короче. Отдушка отвратительная. И тон стоит, кстати, недешево. Бобби Браун у меня в оттенке Сент. Мне очень нравится здесь такая лапка. Побольше нанесу, а тут он ничего не перекрыл. У меня тут друг еще сидит, глядит дальше, чем видит. Бобби Браун, как только у меня закончится вот эта моя мини-версия, я сразу же обязательно куплю полноразмер. Я, кстати, знаю, что сейчас очень модно брать какой-нибудь плотный консилер, все себе замазывать и сверху наносить какой-нибудь легкий тон. Я так не хочу жить. Замазывать себя консилером зачем? Да, консилер плотный, но это не так опасно, как плотный тон. Что за бред? Что консилер ваш плотный, что тон плотный. Что-то я разругалась. Меня так выбил этот сислый из сколи. Еще и окислился. Отлично. 0,0, W. Или он просто для меня очень желтый, а не окисление. Здесь проблема. Самая большая проблема это то, что он воняет. Отвратительно. Серьезно. Злюсь я крайне редко, хотя бывают такие моменты. Контур Анастасия в оттенке фон тоже в яблоки брала. Но люди чаще не злятся на что-то, тем более на косметику. Загоняют себя в какую-нибудь апатию, в грусть. Ну-то я тоже люблю загонять себя. Из-за каких-то своих недостатков или неуверенности в том, что вы большего достойно грустить начинаете. Разные причины на это есть, понимаете? И во всех этих ситуациях очень часто помогает взгляд со стороны. Иначе можно всю жизнь страдать и стоять на месте и думать, о май гоут, что не так, все плохо. Сегодня, ребята, я вам расскажу про сервис психотерапевтического консультирования онлайн Псай-Псай. Мне очень нравится Псай-Псай тем, что у них есть разные форматы работы с психологом. Я вам уже рассказывала, что со своим психологом с Псай-Псай я работала более 9 месяцев. И формат консультации не обязательно тупо разговоры по часу, вот так вот смотреть на своего психолога. Это не всем комфортно. Вы можете выбрать именно тот формат, который удобен вам. Например, переписка, аудиосообщения, аудиозвонки или видеозвонки. Я со своим психологом созванивалась по видеосвязи. Сначала вы на сайте заполняете анкету. Это обязательный шаг. И самый первый шаг это отметить, кому именно нужен психолог. Вам, вашему ребенку или паре, например. После заполнения анкеты система автоматически подберет психолога, подходящего под ваш запрос. Затем вы оплачиваете подписку на сервис и начинаете работать со своим специалистом. Вы можете писать своему психологу в любом мессенджере. Вам обязательно ответят. Но понятное дело, что не сразу, потому что это психолог, это не какой-то бот. Однако ответ всегда будет развернутый. И у вас не будет ощущения, что вам просто отписались, чтобы вы отстали. В то же время специалисты первыми не напишут. Они уважают ваши личные границы. У меня в телефоне сохранен час с моим психологом. И это очень полезно, потому что вы можете перечитать переписку и отрефлексировать какие-то свои проблемы. Может быть, как-то со стороны на свою проблему посмотрите. И таким образом терапия становится более эффективной. Иногда психолог может не подойти. Ребят, мои хорошие, это нормально, потому что, во-первых, это специалист. Я думаю, вы не все сразу нашли себе мастера по ноготочкам или ресничкам или какого-либо другого специалиста. В рамках сервиса психолога можно заменить бесплатно абсолютно на любом этапе. Неважно, прошел один день, два дня, месяц прошел или полгода. Просто напишите в поддержку и ваш персональный менеджер поможет с решением вопроса. Ребят, мои хорошие, уже 2024 год. Сделайте себе подарок, наконец-то. Новую и более осознанную жизнь. Ребята, переходите по ссылке в описании. Она не аффилированная. Оформляйте подписку прямо сейчас и получите скидку 500 рублей или 9 евро на первую неделю пользования сервисом. Также свой промокод на экране напишу. Если вы чувствуете, что пока что не я готова к помощи специалиста, я понимаю, тяжело решиться на психотерапевта или на психолога. Прекрасно вас понимаю. То можете подписаться на телеграм-канал Псай-Псай. Там собрано много материалов по самопомощи, есть интересные статьи, также проходят конкурсы. Ссылка на телеграм-канал сервиса также будет в описании. Заботьтесь о своем ментальном здоровье вместе с Псай-Псай. Я очень желтая. Меня это не может не напрягать. Также я не зафиксировала, кстати, консилер под глазами. Ребята, вы не поверите, но я думаю, видно, что они зафиксированы. Он совсем немножко скатался. Перейдем в бронзер. Это Анастасия Бевилла Хилл. Скрим бронзер. 30 граммов в нем. Вау, прикольно. Я купила оттенок Golden 10. Знаете почему? Во-первых, я не исследовала тему заранее. Очень жаль, очень зря. Напоминаю, что было много людей. Мне было жутко некомфортно. Вообще было не пройти. Я впервые вижу такой ажиотаж в яблоке. Видела в прошедшее время. Здесь есть еще такая защитка. О, я впервые сняла ее так быстро. Короче, было это самое. Много толпы, толкучка. В общем, я пробилась к стенду Анастасии. Пооткрывала тестеры и решила, что Golden 10 это для меня самая лучшая опция. Но посмотрите, пожалуйста. Эта опция оказалась не самой лучшей. Неудивительно, потому что Golden 10. Алло. Махарусе. Очень похоже на мой оттенок Шанель. Шанель. Но тот по моей памяти потеплее. Я сейчас сравнивать не буду. Знаете почему? Шанель не купить. А хотя вдруг у вас Шанель есть, и вам это будет полезно. Мне реально нравится-то, что тут резиграммов, Creelty Free, все хорошо. Объемная такая вот эта штука. Приятно держать. Жалко, что оттенок не мой. Ну очень уж тепло. Как обидно. Понимаете? Ну я сама виновата. Сама такой купила. А насчет фон вот этого контура на скульптора в стике. Он на мне нейтральный. Учитывайте, что у меня тон сегодня желтый. Ну W. Я вообще не помню, какой оттенок просила. По-моему, самый светлый. Почему у меня не уточнили под тон? Вопрос остается вопросом. Когда мне его подали, я уже поскорее хотела уйти, потому что мне было очень некомфортно. Идем в Burberry. Ее можно взять уже не в яблоке. В Burberry эксклюзивно представлен в L'Etoile. Что за оттенок-то? 0,40. Ну раз уж я желтая, так давайте быть желтой до последнего. Горит сарай. Дальше вы знаете, да? Я ее использую обычно, когда я в среднем тоне в своем, так сказать, в переходном. И по идее это должен быть Powder Foundation. То есть тон в формате пудры. Но он не настолько плотный. Для кого-то тон в формате пудры, для меня фиксирующая пудра. Ну хоть немножко придам себе этого, как зовут? Хоть немножко придам себе покрытие. Я очень, ребята, надеюсь, что когда-нибудь я привыкну снимать в этой квартире. Мне дико, дико, потому что тут зеленая стена. Да, вы скажете, переклеить обои 5 минут, но они подклеены под навесной потолок. И, блядь, как мне туда пробраться? Знаете, бабушка, здравствуй. Знаете, как туда пробраться? Вот у меня такой вопрос. Но я думала повесить сюда экран и переместить. То есть, чтобы мне было удобно, что у меня окно справа. Ну, как я привыкла снимать. Окно справа. Надо же, я не знала, что я прям настолько человек привычки. Не скажу, что пудра с сиянием. Она заявлена как Mad Glow Compact. Что-то там, да. Матовый сияющий компакт, так сказать. Бабушка пишет. Давайте посмотрим, что ей нужно. Ну, что вот я такая желтая. Еще сейчас бронзер бахну. По-любому буду еще желтее, конечно. Потому что бронзеру мне сегодня нарс. Пудра мне что-то напомнила. Она такая плотная. Ну, это что я люблю. Моя любимая пудра Burberry. Я обожаю. Но мне больше нравилась старая формула, конечно. Но в новой упаковка стала пластмассовая. Ну, вы помните, что раньше была такая сияющая. И в ней 15 граммов. В старой было, по-моему, 13. Да. 15 это очень много. Так. Нарс я пытаюсь закончить. Он тоже желтый. Ну, давайте уж сегодня я буду выглядеть максимально апельсиновой. Коли на то пошло. Немножко добавлю. И надо бы отконтурироваться. Но я думаю, мне хватит кремового. Хотя, может, Дольче Габану взять. Ребят, не знаю. Думаю, хватит на сегодня такой вечеринки. Да. Мне надо сделать брови. Но перед этим я все-таки рискну. Ага. Отлично. Знаете, что я рискну сделать? Estee Lauder. Я на всякий случай приволокла вот это. Потому что я тоже хочу это полюбить. Ну, блин. Я же не просто так купила, чтобы обругать и не пользоваться. Я тоже хочу пользоваться хоть чем-нибудь. Кроме люкса. Но призм это этот самый клиок. Я считаю люксом. Потому что он достаточно дорогой. А у меня это Estee Lauder. Бранс Гаррис. Я каждый раз покупаю, когда в Диди Фри нахожусь. Если выходит новый. Modern Mercury. Оттенок 03. И каждый раз остаются только темные цвета. Но ничего. Я уже смирилась как бы с этим моментом. Это для тех, кто скучает по... О май гад. Как красиво. Ну вы чего? Для тех, кто скучает по старой формуле Dior. И даже лучше. Потому что здесь я немножечко нанесу. А то я там прям в несколько слоев прошлась. Так щедро кисть. У меня Миша Ведяев. Это что-то... Блядь. Я куплю в светлом оттенке, если найду. Потому что, видите, у меня полосы. Из-за того, что он очень металлический. Ну как? Если для вас это некрасиво. Если это не шикарное отражение хейтеров. Я не знаю, что тогда. Нахер эту призму. Я брать ее не буду. Мне не нравится. О лорд. Аромат какой. В отличие от Сисли. Что, брови сделаю? Я не знаю. Как бы тянуть на шею. Это мне придется тонировать себя вот досюда. Потому что тон жесть желтый. Блядь. Отвратительный тон. Мне он первый раз... Вы знаете, когда покупаю вещи. Что-то сегодня разговорчивое. Опять очень. Я покупаю и думаю о том, что... Ну я хочу, чтобы мне понравилось. Тем более, если это люкс, да? И первый раз, когда я им пользовалась, мне он понравился. Действительно. Я подумала, вау, прикольно. Ну да, он стойкий. Ладно, потом скажу свое мнение. Но, короче, сейчас мне очень не нравится. Приближу вас, и вы поглядите на покрытие. Потому что друг тут вон сияет, даже чем видит. Прекрасно. Помады сегодня нет. Надо помадку будет найти. Что ж ты... Как это настраивать? Вот такую веселую вечеринку я сделала. Брови... Да, хайлайтер, конечно, дает полосы. Но все равно, когда я так порачиваюсь, красиво смотрится. Брови, как всегда, карандаш Golden Rose. Гель Stellar. Вот этот, напоминаю, мой самый любимый. Я сегодня тестирую новое масло. Не могу пока что сказать, какое. Но мне нравится. Полоски нет, что самое главное, да? Немножко вот здесь есть что-то. Ну ладно, буду следить за этим. Темно, нет? Ну что, переходим к палетке. Это, как я уже и говорила, Cosmic Brushes. Но они переименовались, по-моему, в Cosmic Beauty или что-то такое. Могу быть ошибаться. Могу быть не права. Cruelty Free 24 месяца срок годности. На 12 оттенков 11,7 граммов. Неплохо смотрится в саутбоксах. Но лучше смотрится, когда я ее снимала отдельно, на отдельную камеру. Как я и сказала, 12 оттенков. 7 матовых, 7 из которых является матовым с блестками. Я так понимаю, 3 дуохрома и 2 металлика. Хорошо, что нет сатинов. Меня это очень радует. Палетку тестировала, ребята. Она не тускнеет вообще ни разу. Я не хочу брать какие-то светлые цвета. Что-то типа вот Lace, да, и Immortal. Я их даже смотрю, не брала ни разу. Хотя Immortal должна была брать. На этом глазу сделаю что-то супер яркое. Хотя это занимает много времени. Но все равно я хочу, чтобы вы видели прям максимум. А здесь что-нибудь придумаю. Какой праймер взять, не знаю. Зеркало меня, кстати, не искажает. Упаковка картонная. И на удивление, у меня есть Cosmic Brush. Испью, кстати, Monster. Вообще, а боже, просто. Это было супер дорого, но это стоило того. Раз в год уж можно себе купить стяжку. Вот я купила. Значит, беру праймер. Наверное, не буду брать Nars. Праймер возьму от Сергея Нумова. Это была пиар-рассылка. Ребят, мои хорошенькие. У меня есть Cosmic Brushes Muse Palette. Да, ведь у меня Муза же. И вы знаете что? Она мне вообще не понравилась. Да, я знаю, противоречиво. Меня за это уже потаскали. Что? Ай, какая нехорошая. Не нравится ей Cosmic. Блядь, ребят, мы все разные. Мы имеем право не соглашаться. Это же просто косметоз. Ну, у меня такое мнение. Кому-то нравится. Я же за вас очень рада. Да, вы что, мои хорошие? Я люблю Диоры. Ничего не поделаешь. Вот. И эта палетка, в отличие от Muse, нравится мне больше. Хотя тут цвета сложнее. То есть фиолетовые, хорошие фиолетовые, найти на рынке сложно. Хоть это инди-бренд, да. А я брала, кстати, через посредника у Василисы в Телеграме. Мне очень нравится эта палетка. За сколько, ребят? Честно, не вспомню. Потому что брала в ноябре. В октябре. Даже в октябре. Я еще ждала немножечко. Кисти надо мыть, что ли? Возьму шейдер тогда. Да, мне что-то кисти все какие-то оказывается нечистые. Я и не знала. Ненавижу мыть кисти. Ладно. С этой палеткой в целом можно работать и от светлого к темному. По моей памяти. Вот с этой смузой нельзя. У меня рука не поднялась ее продать. Беру оттенок Supreme. Ой, кто помнит? Ой, какие пыльные тени. Кто помнит этот? Как зовут? Бренд Supreme. Был раньше очень популярный. Ой, осыпание. Пылит цвет. Но... Чего я говорила? А, эта палетка как будто у нее другое качество. Я это говорю не из-за цветовой гаммы. Я, конечно, люблю фиолетовые тени. Кто бы спорил. Но я вам отвечаю. Она вообще по-другому тушуется. По-другому работает. Намного лучше. Хотя фиолетовые, да, повторяюсь. Сделать тяжело. А, нет, сейчас опять буду с осыпаниями сидеть. Как-то он смотрится. Сори за друга. Учитывая тот момент, что у меня сверху пудра от Burberry, конечно, да. Так, мне не хватает немножечко. Чего мне не хватает? Место для хранения, представляете? У меня столько вещей. Меня это очень сильно напрягает. У меня раньше тот комод использовался только под косметоз. А сейчас мне некуда одежду класть. Беру оттенок Alter. Тоже пылит. Я просто не помню, как они наслаиваются. Поэтому вот сегодня от светлого к темному пошла. Это моя любимая техника. Я не люблю по-другому работать. Но иногда нет выбора. Понимаю. А, кстати, палетка от Charlotte Tilbury я вроде вначале упомянула. Хотела сегодня ее показать. Мне подарили. Спасибо огромное. Очень приятно. Вообще почти не тронутая. Это кто у нас? Rebel. Rebel? Rebel, да. По-моему, Rebel. Окей. Я хотела ее, такая зелененькая. Правда, там одни сатины, ну, как мне кажется. Я ее еще даже не сводчива ни разу. От светлого к темному работает палетка прекрасно. Как видите, все наслоилось. Мне нравится. Я не скажу, что она стоила... Подождите, а на сколько она стоила? Я так хочу вспомнить цену, но не могу. Даже если она стоила 5 тысяч, я реально не помню. Но, как по мне, это все же лучше, чем Уденс Ай. Не знаю. Космик Брашес они тоже в Китае делаются. Некоторые цвета содержат пигменты. Будьте осторожнее. Сделано в Китае. Made in PRC. А что это вот... Made in China. Made in PRC, of course. Я тут сейчас очень сильно заинтересовалась контентом, связанным с MLM. Multi-level marketing. Не помню, как это... Не помню, как это на русском. У нас, по-моему, тоже это называется MLM-компании. Мульти-уровневый маркетинг. Да, это что-то типа Ariflame. Ребята, я, наверное, ошибаюсь. Но раньше, по-моему, и Фраше тоже ведь был MLM. Нет? Наверное, никогда он не был MLM. Я что-то путаю. Но я тут вспомнила свою историю, которую я рассказывала очень давно, но не очень подробно. О том, как меня затащили вот в этот MLM. Ну, потому что туда легче всего затащить людей, которые как раз только школу закончили. Или универ. Или людей, у которых нет конкретной цели. И обычно туда попадают люди, не то что, которые не думают. У меня есть также много знакомых, блядь, хоть отдельное видео снимай, которые попали в MLM по своей воле, на и... Это очень странно, что есть некоторые люди, которые прям годами верят, что они смогут что-то заработать. Нет, вы сможете, если вы вступили в MLM году в 2001. Да, то тогда, пожалуйста. Все те, кто раньше всех вступил, они на самом верху, это пирамида. Сейчас, наверное, те, кто в Ariflame, меня просто выключили. Не, ну, если вы идете в MLM с целью зарабатывать, то, ну, надо было идти лет 20 назад. Хотя у меня мама была в этом в Ariflame, еще в какой-то приблуде, я уж не помню. И у нас никто ничего не покупал. Но сейчас столько разных MLM, но, кстати, в России это не так развито, я смотрю, как, например, в Америке в той же самой. Там даже MLM по книгам есть. Но, может, я мало тему изучала для российского рынка. Что, как вам? Тенюхи тушуются? Хорошо. Опять я запорола вот это свое нелюбимое место. Мне нравится то, что фиолетовый холодный, и то, что тушуется вообще без пятен. Но учтите, что тушевала я его на светлом матовом. Хотя и без него он тушевался тоже, знаете, неплохо. То есть я не могу как-то обругать именно эти два оттенка. Supreme и Outer. Outer? А, whatever. Какой фиолетовый карандаш возьмем? У меня, в крайнее время, у меня, конечно, есть фиолетовый Burberry. Burberry. I love it, of course. Конечно, мне он очень нравится. Я не знаю, что мне делать вот с этим. Со своей любовью к карандашам BeColor. Я вообще не знаю. Обожаю. Я несколько получила, по-моему, в пиар-рассылке или на рекламу. Да уже не важно, в принципе. А один купила сама. Бежевый. Удивительно, что мне бежевый не отправили. Именно белый прислали. Вот. И бежевый недавно сама взяла. Очень нравится. У меня только один бежевый карандаш есть. Я хочу взять клей. Не буду брать Супер Бонд. Хотя давайте на Супер Бонде покажу. Я почему-то думаю, что ребята, у кого много инди-палеток, ну, от инди-брендов, они пользуются не клеем, а Супер Бондом. Переубейте меня, пожалуйста. Я не знаю, откуда у меня такое... Вот раздражает то, что он плюется периодически. Откуда у меня такое убеждение? Наверное, потому что я думаю, что у вас много там и тануки. Опять, откуда я так думаю? Не знаю, кто мне эту мысль внушил. Так вот, я недавно. Представляете, я крайне редко встречала прям активных таких представителей MLM в своей жизни. Ну, не супер, крайне редко, но, блядь, раз там в 5 лет. И вот в 20... Не скажу сейчас, в каком году, чтобы человек себя не идентифицировал. Это не про вас, если вы себя узнали. Так смешно было. Я пришла кое-куда. И мы все начали общаться между собой. Вот группа людей определенная. Кто-то спросил, есть ли среди нас какие-нибудь там миллионеры. Конечно же, все промолчали. Тогда пришли одни люди. Это какой-то конкретно один персонаж. Просто пол говорить не хочу. Ну, они тоже уточнили, кто где работает, но это мои все знакомые были. То есть, я всех этих людей знала. Это не какие-то рандомы. Я переборщила с Супербондом. Подожду, чтобы он схватился немножко. Чаще всего я говорю, что я безработная. Если начинаются какие-то дополнительные вопросы, или если люди знают о моем бэкграунде, то я говорю, ладно, у меня бизнес, рекламное агентство, все такое. Ну, потому что я налоги плачу как рекламное агентство. Вот я сказала, что у меня бизнес свой. И вот один из людей говорит, да, у меня тоже бизнес. Я говорю, вау, какой. А ты приходи, вот туда-туда, обсудим за чашечкой кофе. И все, у меня сразу же клик. Зачем мне обсуждать с тобой твой бизнес? Блядь, не сказать, что это. Ну, вот я не хочу, например, говорить, да, кто я? Я не говорю. Я же не говорю, ну, ты приходи вот в кафе, обсудим за пиццей, я тебе расскажу про свой бизнес. Зачем мне звать человека, чтобы рассказать ему, что я бьюти-блогер? Ну, бред же, да? Бред. Ну, или просто блогер. А какой взять цвет? Нет, вот у меня появился вопрос. Я возьму Obscure, я смотрю у меня, потому что в нем такая знатная ямка. Откуда ни возьмись. Видимо, я чаще всего... А, да, я его чаще всего в тестовых макияжах носила, потому что мне он очень понравился. Так как такой цвет в прессованной форме, это, ну, как по моему опыту, редкость. Вы посмотрите, такое обычно можно встретить... Не шурши, блядь. Такое можно встретить только в рассыпушках. Скучаю по своим соседям сверху, ребятам. Мне так нравилось, когда там кто-то начинал бегать, орать или еще что-нибудь. Это было так прикольно. Я сижу, монтирую, они там орут сверху. Такое у нас взаимодействие веселое. Не знаю, я скучаю на самом деле. Каждый раз, кстати, когда я переезжаю на новую квартиру, это достаточно часто происходит. Ну, лично для меня раз в пять лет куда-то переезжать, это часто, я считаю. Потому что нашла... Блядь, я рассказывала вообще не про это, но я нашла от девятого класса альбом. Я не знаю, зачем я вам это рассказываю. Хочу с вами поговорить, ребят мои хорошие. От девятого класса альбом на выпускной, но у меня он был типа бесплатный, потому что за красивую обложку надо было платить. А я чем платить? Нет, конечно. И мы, значит, не только я, но и моя мама подумали, нахер нам эта обложка? Просто скрепки такие скрепите и все. И, значит, я что-то смотрю, смотрю, и там в конце, представляете, что? Помимо наших фото вот этих школьных, там адреса, адреса моих одноклассников бывших. И я была удивлена, обнаружив это, потому что я практически уже забыла про эту составляющую этого замечательного альбома. И там стоит тот адрес, с которого я переехала еще в 11-м году. И после этого я, получается, еще три раза переезжала. На сатин, да, похож фиолетовый? Ну, потому что я не дождалась, чтобы высох супербонд. Ну, это металлик, это не сатин. Вот это красиво, это огромная залупа переливается. О май гааа. Вот так, если смотреть, то тут розовый, но вам голубой видно. На самом деле он... О, вот так, вот так поймала, да? Поймала? И на самом деле здесь розовый. Давайте ловить. Поймала, да, Хром. Поймала, поймала. Вот такая вот вечерушка. Е-бой. Но по поводу адресов. Да, там адреса и телефоны. То есть не просто улица. Улица, номер дома, квартира, номер телефона. Нет, я никому ни разу не звонила. И благо мне никто не звонил. Там моего номера не указано. У меня домашний был буквально три года. Потом мы не стали подключать на другой квартире. Что-то я переборщила тут с высветлением. Ну, короче, я поняла, что несколько моих бывших одноклассников живут прямо вот один в соседнем доме, другой в доме напротив, а третий чуть подальше. Страшно, конечно. Я надеюсь, что все уже переехали тысячу раз, потому что, ну, я в этом районе жила крайне раз в одиннадцатом году и в двенадцатом, там чуть дальше уехала, но все равно было связано вот с этим местом. А потом я жила вообще в другом, абсолютно другом месте. Далековато отсюда. Я, блядь, мне так неловко, я боюсь, что пойду в магазин кого-нибудь встречу. Я вообще не хочу не скидываться. О, мой гад. А что, потускнел? Чуть-чуть потускнел, но шансы с кем-то встретиться у меня наверняка очень маленькие, потому что я из дома выхожу минимум раз в неделю. Но сейчас по три раза в неделю выхожу, я теперь сама свайлпер из заказа забираю. Потому что мне неловко, что курьеры идут на пятый этаж, и я такая тут сижу, жду, блин. Раньше первый был хорошо, пришел, забрал все. А тут на пятый подниматься, и я подумала, мне так неловко, лучше я сама буду ходить. Заодно свежий воздух, понимаете? Ну что, вот такой глаз получился, чуть-чуть скучный, да, то есть ничего особенного, просто каткрис. Я знаю, кто бы спорил, можно было бы дябл каткрис сделать. О, может тут сделаю, знаете, да, такая вот у меня идея появилась. Вот сделаю тут, наверное, двойной каткрис. И вернусь к вам, будем делать сводчи. Мне еще надо помаду подобрать. Фэнти возьму, кстати, да, мне же она не понравилась. Вот, я вспомню, что мне в ней не понравилось. Поэтому 0.45 секунды и вернусь. Готово. По-моему, темновато, да? Так, получше. Как-то я ресницу наклеила, ребята, неправильно. Она мне немного глаз сколит. Осыпание я практически никогда не убираю от тени, если вы вдруг впервые думаете, а чего-то она не убрала. Чтобы вы видели, что тени сыпятся. Давайте почню, что у меня здесь. Карандаш Chanel 36. Какое название, я не знаю. 36-й, короче, наслизистый. Тушь Guerlain, вот эта золотая, ну как золотая, да, розовое золото. Я не скажу, что она сильно отличается от черной, но мне черная нравится больше. Щетка тут, в принципе, такая же, как и у черной классическая. Ну, то есть не силиконовая, здесь потоньше. А тут, кстати, силиконовая. Я что-то думала, они не отличаются. Аромат тоже достаточно сильный. Лайнер Сергей Наумов. Пиар-рассылка. Украшение, вот это непонятное, сделана палетка от Beauty Bomb. Ее я брала сама. Это из летней коллекции. Дуохром без клея я сводч сняла отдельно, потому что камера дуохромность не передает и на глазу на самом деле. Так как, видимо, маленькое пространство я наносила кистью. Без клея, без этого, без супербонда, я просто кистью нанесла. И, короче, походу из-за того, что маленькое место, не очень хорошо видно дуохром. Вот этот цвет под стрелой. Почти не видно. Influence Beauty Levitation. Тоже сама покупала. Потом, правда, пришла пиар-рассылка. И помада Fenty. Вот это карандашик Belagio. Belagio, Belagio, не знаю. Да, это у меня рефил, потому что, когда я могу купить рефил, я всегда покупаю рефил. Редко беру полный размер. Зачем мне это? 3,8 грамма продукта. Оттенок у меня, ребят, не пойму какой. Оттенок 0,5 Post Queen. Тут сбоку написано. Я бы не согласилась, что она semi-mad, как тут написано. Она такая классическая кремовая помада. Я бы не сказала, что мне прям очень не нравится, но я по второй раз не купила. Но цвет шикарный, конечно. Я очень люблю блески от Fenty, но уж решила без блеска. И так сияю очень сильно. Блин, хочу вам рассказать еще про одну MLM-представительницу. Так смешно. Я не насмехаюсь над ней, но просто как она нам продавала свои вот эти всякие штуки, в которые она вступала чуть ли не каждые полгода. То какие-то там принесет коктейли, то еще что. Я вообще боюсь связываться с представителями таких структур, потому что от них не отвяжешься. И они предлагают business opportunity, это бизнес-возможность. Это не ваш бизнес, пожалуйста. Ну, если вы думаете, что это ваш бизнес, пожалуйста. Но по факту вы работаете на большую компанию и зарабатывают те, кто на самом верху, а не те, кто на днище. Так, что, 12 оттенков, да, как обычно, 1-2 свотч. Упаковка картонная, конечно, не самое приятное обстоятельство. И, ребята, я все еще не могу смыть соду. Где-то у меня тут были свотчи. Красный не смывался и черный. Еле смыла. Ладно, с самого верха идем. Это как раз вот дох... Очень красивый дохрум, очень. Я его отдельно подсняла. Сейчас, наверное, вставлю на монтаже. Не мигайте, пожалуйста, софтбоксики мои хорошенькие. Он переливается из розового... Это вообще мультихром в зеленое, желтый какой-то. Ну, очень красиво, конечно. Да, он тут прям нужен был. Именно такой розовый дохром для того, чтобы сочетать его с матовыми и втушевывать красиво. Вот эта вещь... Да, это металлик. Просто, видите, я не дала этому, как его зовут, Супербонду высохнуть адекватно, чтобы красиво его раскрыть. Но раскрылся нормальным металликом, не сатином. Это самое главное, что тут нет сатина. Я вообще не понимаю, как в 2024 году все еще можно класть сатины в палетке. Ладно один, но не больше. Я считаю, что они не нужны. Для этого, наверное, есть свой рынок, да, свой спрос на сатины. Ой, что-то много набралось. Вот этот цвет всегда вот такой белый. Я имею в виду белосинерозовый, фиолетовый, вот из белого фиолетовый. Эти дуохромы обычно из голубого, но видно, как белый. Они всегда проблемные. Неважно, в какой формуле. В сухой, вот в матовый я имею в виду. Или чаще это, конечно, металлики. Причем тут матовая? Я вообще не поняла, что сказала только что. А, поняла. Сейчас объясню. То есть, если... О, это тоже что ли дуохром? Вот этот. Да, ребята. Слегка переливается в коричневый. Отдельно подснимать его не буду, потому что это не так сильно заметно. Из фиолетового в коричневый. Еще хотела объяснить. Вот в такой формуле, в прессованной или в жидкой, вот что я имела в виду, всегда такие оттенки, они проблемные. Нанести ровно крайне тяжело. Кстати, я вспомнила, что с этой палеткой мне больше нравилось с супербондом работать, чем с клеем. Хотя и с клеем тоже, в принципе, можно. Такая вот вечерушка. Красиво? Ну да. Этот плохо заслочился. Непонятно почему, нанесся он очень даже хорошо. В один слой. Вот здесь только в два прошлась. Очень красивая палетка. Интересный взгляд на готическую такую палетку. Этот черный, кстати, с блестками. Я нанесла сюда вниз, чтобы углубить макияж. Это мне не нравится, когда у меня не хватает углубления. Вот эту вещь я брала в угол. В какой угол? Да. И на нижний глаз. Сейчас поясню, куда. Сюда. И вот сюда. Блин, не люблю пальцем тыкать, но что поделать. Такие оттенки в черном. Блесток, кстати, на сводче не видно. Поэтому зачем их добавили? Как обычно, я не знаю. Я не знаю, для легкой тушевки или для увеличения количества граммов. Непонятно. Есть повседневные цвета. Что-то по типу Lace. Вот этого Immortal. Вот этого, который не очень хорошо засвочился. Ну и, понятное дело, есть более яркие, глубокие цвета. Почему-то Alter, Alter, whatever, тоже плохо засвочился. Хотя работает он очень даже хорошо. Снова палетка, которая сводчится. Не очень особенно матовая. Да, металлики, понятное дело, хорошо засвочились. Но работает лучше, чем сводчица, что меня не может не радовать. Потому что лучше сводчица плохо, но работает хорошо, чем работает плохо, но сводчица как по маслу, я считаю. Ну, это только мое мнение. Я вам его ни в коем разе, ни в коем случае не навязываю, конечно же. Все мы разные. Напоминаю, да? Бахнем монстра за наши прекрасные различия. Я знаю, что Cosmic Brushes... Давайте еще раз посмотрим на сводчи шикарные. У меня желтолица замечательно. Я знаю, что у Cosmic Brushes столько же много фанатов, в принципе, как и у Dance Eye. И часто очень инди-бренды все защищают. Но я тоже. Я хочу поддержать инди-бренды. Потому что они создают что-то необычное. Так как какие-нибудь большие бренды и большие компании, они не могут создать что-то нишевое. Много ли людей купят вот такую фиолетовую палетку, будь она в масс-маркете? Думаю, нет. Да и даже в люксе. Хотя вот Наташа Динона выпустила Юку, да? И даже эта черная палетка очень удивительна для достаточно большого бренда. Но тоже инди, да? Ведь Наташа же никому не принадлежит. Она сама по себе. Фиолетовые палетки можно найти в масс-маркете в лимитках. Возьмем тот же самый Vivienne Sabo. С вот этой лимитированной коллекцией она вроде бы только для L'Etoile была создана. Тут фиолетовый так-то тоже неплохой, сводчить не очень удобно. Но он теплый. Ну, на контрасте. Давайте я по-хорошему альтер этот засводчу. Он вообще сводчится не очень хочет. Vivienne Sabo 1-2 сводч. Космин Брашис чуть побольше набрала. Ненавижу сбиваться. Ребят, я вообще забыла, чего я говорила. Извините, пожалуйста, просто мне позвонили. Не часто встретишь такое, да, в масс-маркете. Опять же, не все будут такое покупать, учитывая то, что это монохромная достаточно палетка. Мне нравится больше, вот честно вам говорю, чем вот это Muse, потому что там работать вообще невозможно. Ни с металликами, ни с матовыми. Но мне не нравится. Я не буду оправдывать себя за то, что мне откровенно не нравится вообще. Но я не смогла ее продать. Я подумала, еще потестирую, погляжу. Но каждый раз, когда я открываю, вспоминаю эту боль, с которой приходится, да, все это создавать, вот макияжи эти с той палеткой. И мне становится некомфортно. А эту я тестировала с радостью. То есть я ее открываю, смотрю, думаю, вау, может быть, это из-за цветовой гаммы. Но мне также нравится цветовая гамма Muse, как бы я не отрицаю, что там уродливые тени. Там качество уродливое, как по мне, опять же. Я говорила, что много фанатов есть у Cosmic Brushes, да, и что-то про инди-бренды. Вот как я защищаю Melt, хотя, знаете, Melt у них тоже от палетки к палетке. Несмотря на то, что я очень сильно всей душой люблю Melt, я их палетки тоже обругать могу. Поэтому слушайте меня внимательно. Я могу обругать и Melt, которых люблю. Особенно их металлики. Это ужасно, это отвратительно. Но матовые, да. Так что ждите обзор на новую палетку с Бейли Серин, когда она мне придет. Очень хочу, и хорошо, что Бейли туда не добавила металликов никаких. Но она, видимо, знает. Я бы тоже не добавила металлики от Melt в палетку, но это ужасно. Что хочу сказать. Мне не очень нравится тот мой узор какой-то непонятный, но макияжи вышли очень красиво, я считаю. Опять же, если вы впервые, для меня это норма, для меня это повседневный макияж. Но, правда, я сейчас пойду на встречу с родственниками, поэтому с двумя разными глазами я бы с радостью пошла. Но, боюсь, меня не так поймут и не хочу этого. Поэтому я все это дело смою. Ай, и, наверное, вот так пойду. Не знаю, пока не решила. Что я сегодня вообще тестировала? Помада от Fenty? Видите, да, нравится цвет. Второй раз бы не купила, потому что, ну, кремовые помады. Была бы она чуть более матовая, хорошо. Бронзер от Анастасии. Нравится, как тушуется. Конечно, все с ним хорошо. Стойки, понятное дело. Это кремовая вещь. Чего тут говорить. Но цвет не мой. Да, я ошиблась очень сильно, купив Golden 10, поторопившись. Потому что ненавижу, когда вокруг толпятся, блядь, спокойно ничего не посмотреть. Меня это раздражает очень сильно. Я начинаю нервничать. А нервничать я не люблю, понятное дело. Поэтому всегда онлайн покупаю. Я еще раз, чтобы яблоко пошло, не знаю, что должно произойти. Рак на горе должен свистнуть, наверное. Мой любимый консилер. Я несколько лет сижу на Dior. На Dior Forever. У меня в запасках перевыпущенная версия. Пока не открывала ее. Туда показываю. Потому что она там, собственно, лежит. И в ежедневном пользовании у меня нет. У меня сейчас консилер от Physicians Formula. Тестирую. Тестирую пока. Могу сказать, что очень жидкий. Но вот это новая любимка. Как только закончится, обязательно куплю. Но и когда Dior закончится. Потому что не люблю вот это. 10 тысяч консилеров открытых. У меня так Шанель вот 2 года лежит. Жалко выкинуть. Пора уже. Пора 2 года, да. Реально, что ли? Ну ладно. Ребят, тон. Нет, подождите. Я про него потом скажу. Потому что я не хочу. Стик от Анастасии. Тоже хороший, тушуется лучше спонжем, конечно. Я не скажу, что он такой прям тугой. Но чуть потуже, чем Fenty. Насчет оттенков. Выбирайте, пожалуйста, сами фон. Не самый холодный. Он на мне. На мне, да. Опять же, нейтральный. Я хочу, блядь, холодный контур. Как, например, Manly Pro. Вот этот CS1. Он жидкий. Не всем такое пойдет. Как Belle тот же самый. Можно купить на Wild. Теперь смело. Вообще без проблем. Холодный, красивый контур, да. Я бы, наверное, больше склонялась к Fenty все-таки. А не к Анастасии. Fenty Ember. Но, ребят, лучше берите не стик. Если вы хотите холодный, то лучше брать то, что в формате бронзера. Но кремовая такая штука. И тоже в оттенке Ember. Я смотрю, Анастасия даже кажется чуть холоднее, чем Fenty Ember. Анастасия у меня с этой стороны. Вот чуть-чуть холоднее. На удивление. А так почти идентичные. Ember и Fon от ABH. Но эта рука у меня загорела. По формуле вот как-то к Fenty я больше склоняюсь все-таки. Потому что она чуть полегче тушивается. Но Анастасия, так как она свежая, она сейчас наносится тоже очень хорошо. Поэтому смотрите, что вам нравится больше. По громовке, например. Или по цене. Или по лояльности к бренду. Замечу одну очень важную вещь. Fenty. Пластик. А Анастасия как будто бы металлическая. И держать ее немножко более приятно. Чем Fenty. Пудра Burberry. Конечно, да. Вообще все от Burberry вам советую. Ага, кроме этой жидкой помады, которая как мусс. Ну, мне не понравилось. Однако, если вы любите, вам понравится. Мне нравится от Burberry вообще все. Дайте мне в двойном количестве. Особенно тона. Но я пробовала не все. Я пробовала только супер плотный. А легкий, понятное дело, нет. Бронзер от Nars все еще. Ну, блядь, мне он не нравится. Я, видимо, купила не тот оттенок. В целом-то хороший. Тушуется нормально. Отражатель. Ребят, если найдете, пожалуйста, берите. Он не супер стойкий, кстати. Один, например, в отличие от Dior, уже чуть-чуть куда-то делся. Но все равно красиво смотрится. Шикарный. Однако, я снимаю всего лишь два часа. Куда делся? Обидно, конечно. Конечно, обидно. Естественно. Меня это смущает. Хотя я им, ну, я им пользовалась и носила где-то по пять часов в среднем. Отражал нормально. То есть вот это максимальный уровень, до которого он тускнеет. Тон от Sisley. Sisley, Sisley. Я буду говорить, Sisley, я крайне редко вижу такую формулу, чтобы это был не полупрозрачный тон, а тон со средним покрытием. Он сам чуть-чуть фиксируется. Это очень удивительно, кстати. Ну-ка, че он тут составим, мои хорошенькие? Диметикон на втором месте. Хорошо. А спирт есть? Почему? А, достаточно много силикона. Тут, скорее всего, есть штука. Не спирт. А почему он тогда окисляется-то? Содиум бензонат из-за него, что ли? Короче, он из-за чего-то окисляется. Потому что он сам слегка фиксируется, ну как ланком, тент-доль. Много у кого не окисляется, я очень рада за вас. Но когда тон самофиксирующийся, он имеет право до одного тона прям потускнеть. То есть вы купили ноль, у вас не потускнеть, а это цвет поменять. Вы ноль купили, а у вас до единицы может опуститься цвет, и вы станете темнее. Поэтому будьте осторожны с тонами, в которых содержится спирт. Тут я спирта не вижу в составе, поэтому не знаю, за счет чего он окисляется. Не за счет моей кожи, моя кожа-то она не окисляет. Ну еще он очень желтый. Да, понравился. Знаете, на что похож? На тон от Шанель. Вот да, есть момент такой небольшой. С Шанель могу сравнить тоже. Он такой жиденький, но полупрозрачный. Примерно как Шанель. Не мой любимый ультра-вельвет. И вот эти черные маленькие тона. Он в то же время не такой увлажняющий. На ультралетент, но его, по-моему, перевыпустили. Вот что-то в этом таком легком сегменте. Вот эту вещь вообще не перекрыл ни разу. Поэтому, если у вас кожа немного проблемная, думаю, что это не поможет. А если она много проблемная, то и подавно не поможет. Конечно, можно перекрыть консилером сверху, но оно мне надо. Нет, я такое не люблю. Опять же, если вы так работаете со своим макияжем, то можете взять этот тон, там чуть себе перекрыть дополнительно консилером. Но я не люблю заморачиваться. Знаю, что мало кто любит холст. Представляете, на удивление мало таких людей. В основном люди любят среднее покрытие. Хоть я и просила суперплотный тон, я полагаю, ребята, все-таки, что он так нанесся слабо. Потому что у меня спонж от Manly Pro. Но я не припомню за ним такой проблемы, чтобы он наносил каким-то тонким слоем и много в себя впитывал. Когда я тестировала этот тон, я брала спонж от Chic. И этот не Manly Pro, как зовут, iMagic. iMagic я покупаю на Алиэкспресс. Что-то одно из этого видео, если брать. Ну да, палетка Cosmic Brushes. Вот эта мною одобрена. Но она мною одобрена, потому что мне формула понравилась, на удивление. В отличие от Muse, опять-таки, я думаю, что формулы отличаются. Удивительно, что фиолетовый цвет сделан настолько хорошо. Из чего-то нового, что я пробовала, бронзер от Насти взять можете. Но вот Chanel показалось мне, что тушуется чуть полегче, чем бронзер от Anastasia. Немножко, совсем чуть-чуть тянется, так, ну, залипает. Однако это небольшая проблема. То есть я не скажу, что Fee и бронзер от Насти в разы хуже, чем Chanel. Да не в разы хуже, это оба кремовые бронзеры, оба нормальные. Но я предпочту Chanel все-таки. Но Анастасия лучше тем, что у нее большой выбор, по-моему, целых шесть оттенков. У Chanel не помню. Возможно, всего лишь один. И довольствую себя тем, что есть моя хорошая, моя хорошая, моя хорошая. Что-то одно я не могу вам ничего посмотреть. А, ну, блядь, хайлайтер, конечно, отражатель хейтеров от Estee Lauder. И консилер, вот, да, ребят, за консилер точно, да, 100% вот от Bobby Brown. Это у меня Skin Full Cover, Concealer в оттенке Sand. Обожаю 2 мл в такой мини-версии. Можете, кстати, купить мини-версию. Я всегда беру мини, если есть возможность. И рефилы. Это и экономит деньги, и мусора меньше создается вокруг. И вы спокойно можете попробовать, нравится вам или не нравится продукт какой-то конкретный, да. Только консилер, это то, что я купила бы второй раз, все остальное второй раз. А, ну, м-м-м, ну, сори, ну, сори, пудра-бер-беря. Я бы тоже купила второй раз, остальное такое средненькое, да. Ну, и тени, конечно, палетка, ребят, мои хорошие. Я делала тестовые макияжи, я их даже фоткала, но я вряд ли их покажу, потому что ваша дама стеснительная, понимаете. Я стесняюсь. У-у-у, как говорится. Не забывайте, пожалуйста, про сервис психологических консультаций на импсапсай, а я пойду. Что у вас есть из того, что я вам сегодня показала? Палетка, например, какая-то от Cosmic Brushes, как она вам, ребят? Только давайте без обвинений каких-то, что ты тупая, Cosmic Brushes, стоп, нет, melt, стоп, окей? Давайте ругаться не будем, хорошо, а я пойду. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, не надоело мое лицо, а понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк, оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм, потому что там весело. Всех люблю, всем пока. Если я вам расскажу, как я потеряла этот ноготь, это будет смешно. Благо, мой ноготь остался на месте, только вот этот, ну, сам гель-лак отвалился, да, само наращивание. Я мыла ровную поверхность, я ее мою, мою и чувствую, что что-то мне стало как-то легче. И понимаю, что у меня отпал как раз-таки самый-самый веселый ноготь. Да, непривычно, конечно, тяжело опять приноровиться печатать, потому что я уже привыкла печатать вот так, но сейчас опять приходится вот так. Но зато будет удобно монтировать, да. У меня сразу же пальцы под монтаж настроены. Ну ладно, что, я не расстроена сегодняшним люксовым тестом, но огорчена, скажу так. Так, пошла я, ребят мои хорошенькие, хорошего вам дня, с днем рождения, с вас сегодня день рождения, не грустите. Как вам мой макияж, кстати, мне этот глаз очень нравится, этот такой какой-то классический, стандартный. Ну тут внизу под стрелой украшение. О!